Вам слово, Екатерина Аргадьевна. Спасибо большое. Я, да, а может быть я буду голосовать? Нет, нет, лучше, лучше. Хорошо. Я вас приветствую, я благодарю вас, что вы пришли сегодня на презентацию очень дорогой для меня книги, и для меня, и для Кости. Это книга нашей мамы. Я вам немножко расскажу предысторию, потому что в этой книжке есть очерк из книги, которая называется «Семейный альбом», которым я предварила главу о маме. Тут много сказано и многое вы знаете, но я вам немножко расскажу то, что не вошло сюда, просто историю нашей замечательной, выдающейся, прекрасной мамы. Это была действительно женщина редкой красоты, ума, доброты, интеллигентности и души. Мне очень радостно, что вы здесь и что вы прочтете эту книгу. Началась она, сейчас вам расскажу. В 1975 году с мамой случилась беда. Это был практически смертельный инсульт, в результате которого мы бы могли потерять нашу маму, но ее спас нам всем, для нашей семьи, для папы и для нас Владимир Львович Касиль, который ушел 40 дней назад, к сожалению. Он спас ее в своей реанимации Боткинской, и это было счастливое стечение обстоятельств, действительно, он ее буквально подхватил на руки в своей реанимационной машине и своей бригадой. Он ее спас и подарил нам 15 лет жизни мамы. К ней не вернулась, к сожалению, полноценная речь и правая рука, но она была абсолютно адекватна все эти 15 лет. И врачи потрясались, как она может быть с одним полушарием адекватно. Они, когда я узнавала, как дальше, что будет дальше, они говорили, ну что, дальше будем надеяться, что она еще проживет. И тут мы будем надеяться на окружение, на вашу заботу и на ее очень сильно подорванный всеми обстоятельствами жизни организм. И когда это случилось, я подумала, у мамы сохранились ее произведения, разбросанные по нескольким журналам. Это был, во-первых, «Новый мир», «Повесть о Тине», это были журналы, «Юность», «Пионер» в нескольких номерах и даже «Мурзилка», где был небольшой рассказ мамин. Короче, я решила, что я все эти произведения соберу и подарю ей книгу. Это случилось благодаря двум замечательным женщинам. Литература Вед и человек, который был близко знаком с издательским делом, эти две женщины помогли мне издать книгу. Это был 83-й год. И я эту книгу подарила маме. Мама была счастлива, я тоже об этом пишу. И эта книжечка была небольшая, издана в советском писателе. Это тоже почетно. Все-таки это большое наше издательство, крупное. Она дарила эту книжку с удовольствием левой рукой подписывая друзьям, родным. И перед наступлением 2015 года, я поняла, что в 2015 году ей исполнится, ну, исполнилось бы, да, сто лет. И я решила, что надо повторить эту книгу, украсив ее рисунками, добавив туда ее письма, фотографии. И мы с Костей решили, что это было бы правильно. И мы это сделали. Нам в этом помогли издатель этого издательства, Альфира Арсланова, директор фонда поддержки и развития культуры имени Райкина Юрий Иванович Кимлач, и директор театра «Сатирикон» Анатолий Евсеевич Полянкин. С их помощью мы издали эту книгу. Я считаю, что вот я лично выполнила долг перед своей мамой. Кот, ты со мной согласен? Конечно. Конечно. Я сейчас передам микрофон своему брату, который тоже немножко добавит меня, а может быть и множко. Но вам будет приятно. Это уже я очень рад. И более того. Рат – это не совсем точное слово. Какое-то другое, более объемное и сложное чувство сейчас мною владеет, когда мы собрались для презентации этой книжки, которую, естественно, мы уже раньше с сестрой видели. Надо сказать, что, конечно, Катенька, которую я считаю просто лучшей дочерью на свете. Вот я не знаю, просто дочке более преданной своим родителям, чем она. Вот с какого-то момента, а может быть и всегда, родители – это была вообще главная тема Катиной жизни, потому что она 50 лет проработала актрисой театра Вахтангова, и актриса со всеми вытекающими, так сказать, подробностями, следствиями, радостями и болями. Но мне кажется, что главной темой моей сестры, может, я ошибаюсь, и вот я первый раз сейчас это говорю, были родители. Это вообще редчайший, мне кажется, случай, потому что обычно же нам известна мудрость, которая действительно достаточно верна, что обратно не отдается родителям столько, как говорят там родители своим детям, ну, наши внуки вам отомстят. Вы понимаете? То есть вы также будете недополучать от них того, чего мы недополучаем от вас. Так вот Катю это совершенно не касается. Катя абсолютно преданный, жертвенный человек по отношению к родителям. И вот к маме нашей, которая, у нас была гениальная мама с Катей, действительно в нашей семье, действительно уникальной семье, мама значила невыразимо много, потому что наш великий отец не был бы, с моей точки зрения, половиной бы того, что он был, если бы не мама, которая была образованнее, чем он, которая была, в определенном смысле, мудрее, чем он, которая его оберегала от массы опрометчивых поступков, которая его спасала в сложных ситуациях, которая за него писала ответы в разные инстанции, ответы на разные письма, и все такое замечательное мнение, знаменитые артисты, которые папе писали, будучи детьми, получали от него ответы, а на самом деле, потому что они потом зачитывали, что зачитывал там Геннадий Викторович Хазанов, как ответ Аркадия Райкина, который был его кумиром, что зачитывал Александр Александрович Калягин, который он ему писал в детстве, он зачитывал ответ Аркадия Райкина, и это для них реликвия, так сказать, их жизни, а по стилю, который, так сказать, они демонстрировали, который звучал, и потому что это, конечно, писала мама наша, конечно, потому что папа был всегда очень занят, он, естественно, знал их, был знаком, но писала это мама, и по мудрости, и по словосложению, такому прекрасному, каким мама владела, конечно, это была мама, мама была гениальна совершенно, мама умела так объединить, и мудро, так сказать, повернуть ситуацию, и в театре, где она была актрисой, актрисы прекрасные, но рядом с гениальным артистом все блекли, и мама была таким старостой театра, она осуществляла живую и здоровую атмосферу, которая могла быть совсем иной, потому что когда рядом гениальный артист, то артисты рядом находящиеся, ну, как вам сказать, они с трудом понимают свое место, понимаете, и это трудно, все актеры с самолюбием, а мама умела так помирить ситуацию, что на самом деле это была одна прекрасная, большая театральная семья, благодаря ей это было, потому что папа иногда что-то не замечал, он мог кого-то обидеть, он был очень добрым человеком, но он был человеком увлекающимся, увлеченным, он в этом увлечении мог массу делать опрометчивых, это я и по себе знаю, потому что я 6 лет с ним работал, и я пользовался сыновьями, так сказать, сыновьями, да, степенями свободы, я мог ему сказать, ты что, с ума сошел, но, понимаете, а другие-то не могли этого сказать, и то мне было очень трудно, в общем, и было в некотором смысле поособенно, в общем, в общем, мама несла на себе, вот, понимаете, она, ее собственные таланты, художественные, вот, в частности, талант писателя, это, в общем, она принесла его в жертву, отцу и нашей семье, конечно, она бы, конечно, написала бы гораздо больше, мощнее, может быть, и вообще, это, может быть, стало бы ее профессией, так сказать, второй, а так она, ну, как это называется, пописывала, так, в свободное, от театра и от папы время, на гастролях, на гастролях, на гастролях, когда нет звонков, когда нет каких-то... Я сейчас перечитал вот эту книжку, она действительно обладает просто большим писательским даром, это совершенно очевидно, вот, знаете, вот, люди, которые все-таки имеют навык читать, ну, и сравнивать, все-таки, знаете, я благодаря маме, так же, как и моя сестра, мы воспитываем все-таки на великой русской литературе 19 века, классическом, понимаете, и это такая прививка от глупости, от безвкусицы, от бессмыслицы и всего, и нам, ну, как говорится, есть с чем сравнивать, и вот, несмотря на то, что это некие высоты, непревзойденные, которые оказали влияние на всю мировую литературу, да, то все-таки я, тем не менее, утверждаю, что вот эта книжечка, ну, она уже не книжечка, потому что там есть и всякие письма, и всякие, так сказать, очерки, это, она вполне может называться, она носит на себе, она абсолютно профессионально написана с наличием большого литературного дара, это совершенно очевидно, вот, я это говорил, как вам сказать, совершенно, ну, вот, ну, скажем так, пытаясь быть отстраненным от того, что это моя мама, потому что, ей-богу, я умею, мне кажется, что я умею быть объективным в таких случаях, потому что мы всю жизнь как-то работаем с родственниками, понимаете, жена моя работает, и дочка моя работает рядом со мной, это прекрасно, да, 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 и я умею быть строгим и холодным, и по отношению к маме, как к писательнице, я вполне объективен, я читаю ее очень придирчиво, внимательно, но потом не могу, вы знаете, в какой-то момент просто не заплакать, потому что это очень хорошо, это интересно, это трогательно, это сердечно, это с хорошим вкусом написано, потом еще любовь к литературе, мама нам с Катей привила, вот просто, но мне-то она просто это прививала с детства, я бы сказал, насильно, я был очень подвижный, и понимаете, подвижность, это не всегда хорошо, потому что, когда тебе надо просто физически двигаться, то ты не всегда можешь все-таки, чтение это дело сидячее, понимаете, а я был человек бегучий, прыгающий, и все такое, и мама долго, сынок, я тебя прочту, я хочу тебе прочесть одну вещь, вот тут у Тургенева, я, а я, у Тургенева, а я ношусь там, и она там пятый раз, ну, сынок, я, ну, я тебе одно местечко только, одно, просто здесь замечательно написано, а я там все равно, я мама, ну, в общем, короче говоря, она меня каким-то образом уговаривает, я делаю снисхождение, сажусь, и говорю, хорошо, читай, мама гениально читает, у нее был прекрасный голос, прекрасная дикция, и она вообще умела вдохновенность, и как-то проникновенно читать, она начинает читать, магически каким-то образом, я начинаю слушать, дальше она читает уже долго, я не могу, и мне интересно, дальше начинаются трогательные места, у Ивана Сергеевича есть такие, как вы знаете, и мама начинает плакать, читать, читать, и плакать, немножко ей уже трудновато, а я нетерпеливый подросток, тоже уже весь проникнутый сюжетом, и, так сказать, нагнетением чувств, я говорю, мама, ну, подожди, мам, ну, дальше читать, дальше, дальше, мама делает паузы, все больше и больше, преодолевая слезы, а я ее тереблю, где вдруг из соседней комнаты выскакивает папа, который, оказывается, тоже давно слушает, и говорит, что ты за эгоист такой, ты что, не видишь, что мама плачет, ты можешь сделать паузу, подождать, когда он успокоится, ну, почему ты такой эгоист, и в результате мы слушаем все вместе, она читает дальше, и это, надо сказать, впечатление на всю жизнь, потому что потом, вот она мне читала записки охотника, стихотворение в прозе, Тургеневский, Чертопханов и Недопюскин, и смерть Чертопханова, рассказы, которые на меня, ну, то есть, с отрочества, произвели такое сильнейшее впечатление, это так засело просто в сердце, в памяти, в эмоциональной, что я, когда стал студентом театрального института в Щукинском училище, я тут же захотел это все сыграть, и очень смешно, что я, будучи, ну, в общем, 18-летним студентом, я добился того, что мне дали отрывок смерти Чертопханова, Чертопханова, это вообще пожилой человек, у которого последняя любовь, там, к цыганке, ну, действительно, душа щипать, на разрыв аорты просто, история замечательно написанная, но 18 лет, мне и сейчас-то, в общем, сложно играть было бы Чертопханова, ну, по другим причинам, я бы сказал, но тогда мне было по всем статьям, как бы не вовремя, но я это играл, играл с Таней Сидоренко, своей сокурсницей, и мы играли, и при этом у нас был педагог, который с нами этот отрывок репетировал, в общем, это все было благодаря маме, потому что это так сильно вот за... А дальше она читала мне уже свои рассказы, которые сама написала, и я тоже, я до сих пор это читаю, вот сейчас я это перечитывал, рассказы про Тину, потом очерки про Папу, просто рассказы ее. Это очень пронзительно, это очень пронзительно, это попадает в сердце, вот, и я сейчас тоже вот читаю это, и потом читаю письма, и тоже мне, конечно, это очень личное дело, и я бы сказал, даже интимное, но, конечно, это очень, это меня пронзает до глубины души. Для меня это книга, знаете, это книга духовного здоровья, вот ее читаешь, и становишься лучше, не навсегда, но во всем, на время чтения, потом опять возвращаешься к своему среднехамскому состоянию, но потом опять читаешь, и опять, ну и так вот, и я вам это рекомендую, знаете, это средство для улучшения, вот, понимаете, вот, я очень рад, еще раз говорю, моя сестра очень способствовала, действительно, она была главным, так сказать, движком этого дела, которое вот сегодня так, вот, завершается, прекрасно, вот, вот, и я считаю, что мы все ей должны сказать спасибо, еще раз спасибо и Альфире, и Юрию Ивановичу, и Анатолию Алексеевичу, и этому дому прекрасному, который для меня наркотический дом, это вот дом опасный для меня, то, что я сюда попадаю нечасто, слава Богу, потому что, при моих делах, я зависаю здесь, я не могу, я теряю ощущение времени, и только выйдя наружу, я понимаю, что я всюду опоздал, куда я должен был, потому что, я здесь, невозможно, это прекрасное место, вот, 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 благословенное, знаете, вот, все, спасибо, что вы здесь, я всех вас поздравляю, читайте и наслаждайтесь. Дорогие друзья, я думаю, что время перейти к вопросам, крепкую руку, и я готов передать микрофон, давайте будем поднимать руки, я попозже чуть-чуть. Вот мужчина готов. Давайте их попозже. Так, пожалуйста. Добрый вечер, Константин Аркадьевич, Катерина Аркадьевна, у меня, скажем так, родилось три вопроса, если вы позволите, я... Давайте по одному сначала, если потом не будет у других, чтобы все успели. Хорошо, я вкратце, у меня вопрос, первый, не могли бы вы рассказать о происхождении псевдонима Руфимарковна, Рома, не связано ли это как-то с городом, в котором она родилась? Да. Вопрос второй, по какому принципу отбирались письма, которые включены в эту книгу, ну, случайно или каким-то критериям? Ну, и вопрос третий, навеянный вашим рассказом, по поводу артистов, которым якобы отвечал Аркадий Сакович, они в курсе, кто им отвечал на самом деле? Спасибо. Первый вопрос по поводу псевдонима. Значит, ее зовут Руфь, Марковна, Иоффе, и начинала она так, как актриса, но когда появилась в театре Ирина Зеленая, вам известная, дивная актриса, она сказала, Ромочка, давай сделаем тебе псевдоним. Ты Рома, мы тебя все зовем Рома, Ромочка, давай ты будешь Р.Рома. И вот таким образом появился этот актерский, сценический и литературный псевдоним. Что, что? Нет, нет, нет. Второй вопрос по поводу писем. Значит, писем этих в сто раз больше. Их огромное количество, огромное. Мне так было трудно отобрать. Я отбирала, конечно, поначалу по годам. По годам, потом по адресатам, естественно, Косте, мне, папе, своим родителям она писала, сестрам, брату, внуку. И я смотрела, чтобы как бы вот этот вот пласт эпистолярный был как можно более широко показан. Мне хотелось, конечно, гораздо больше показать, потому что есть дивные письма, дивные, просто не хотелось оторваться. Я когда читала, я, конечно, рыдала, потому что я все вспоминала. Там многие упоминаются люди, которых я знала, любила, и которые были в моей жизни очень дорогими и приятными мне людьми. Вот. Но я считаю, что то, что я отобрала, Котенька, ты как считаешь? Это хорошо, да? Ну, вот так. Потом у меня появилась мысль, когда-нибудь ЕБЖ, как говорится, значит, да, Лев Николаевич, мне хотелось бы издать переписку семьи Райкиных, потому что есть много писем моих, Котиных, папиных, родителей, маминых, сестер, брата и друзей, очень интересные и прекрасные письма, которые тоже очень широко раскрывают жизнь и судьбу и характер моих родителей и в частности мамы. Это такой срез времени. Да, конечно, конечно. Это очень интересно и очень трогательно и просто действительно замечательно важно знать об этой женщине, которая умела писать письма. И это тоже был литературный жанр, который сейчас, к сожалению, у нас совершенно забыт. Ну вот, а третий вопрос? Я думаю, что они знают. Я думаю, что и Сан Саныч, Геннадий Викторович, они очень хорошо, в общем, с каких-то пор уже знали вообще нашу семью и дружили, так сказать, ее обожали. Ну, родители, я имею в виду, они к нам хорошо относятся. вот, и, ну, прежде всего, конечно, родители для них были определяющими людьми, они, конечно, знали, и они знали, как распределяются, так сказать, обязанности и, так сказать, ну, нагрузки в нашей семье между папой и мамой, и они понимали, что это, ну, это было подписано папой, там, ну, ну, в общем, они знали, что это, конечно, знают, что это писала мама, но от этого эти письма не становятся менее ценными для них, это из их, так сказать, архивов бесценных. Я еще хочу сказать про письма, если говорить не о переписке, а вообще о письмах, которые, скажем, приходили отцу. Вообще написанные какие-то свидетельства. Мало того, что там... Это очень интересно, потому что там ведь есть не только восторженные письма, причем восторженные-то от кого, от каких людей, от каких актеров, от каких... Уж не говоря о том, что есть, да, от Иосифа Сырёновича, какая у нас есть в нашем семейном архиве. Тоже было интересно очень, да. Да, да, он же очень, да, он любил его и очень, так сказать, как-то... Да, да. Да, да, да. Но, да, да. Есть это красным карандашом написанное. Значит, красным... Синим? Синим. Ну, помнишь, с карандашом, ну, значит, это... Да, да. Печатано, а поверхно печатано. Да. Я бы, к сожалению, прийти не могу. Очень занят. Три раза подчеркнуто. Да, да, да. Да. Да, наверное. Да, ну, в общем... Нет, а папа еще, который был очень человеком, в общем, очень самокритичным, как артист, будучи, так сказать, всенародным кумиром, он был очень критичен к себе, и иногда приходил, говорил, я ужасно сегодня играл. Господи, как уже... И вдруг приходило письмо от Марии Ивановны Бабановой. Восторгно, что я хочу перед вами встать на колени. По поводу этого же спектакля, по которой он говорил, что ему так стыдно, что... Ну, вот, в общем, вот такие... Да нет, это очень интересно, просто какие люди. А мамин, а мамин, это дневник, куда писали... Ну, это альбом такой, да, вот, где ее записи, где Анна Андреевна Ахматова написала своей рукой свои стихи. Да? Да, и много писателей. Я научила женщин говорить. О, Боже, как мне их... Как мне их замолчать, заставить, да. Замечательный тоже такой альбом, замечательная книжечка, такая тетрадочка. Все, все очень любопытно. Все очень любопытно. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Может, не по теме, не по книжке, а по творчеству. Кстати, Александр Ильич, Жаку, здесь есть случай, вот, когда к вам пришла корреспондент какой-то газетки, брать его за интервью, и первый был вопрос, как у вас по отчеству? Ну, да. Вот. Вот. Вопрос. Дали два источника, два разных вариантов ответа. Вариант первый. Вы просто ее прогнали. И второй. Вы были горды тем, что вы, наконец, стали тем, кем вы стали. Это вообще история такая, которая достаточно часто уже повторяется, и она была много раз. Константин, не помню ваш... Константин, не помню вашего отчества. Я говорю, да я сын Аркадия Рейкина. А, ой, простите. Это много раз. И как раз, нет, вот история про то, что я вот такого человека выгнал, там, это неправда. Это такая придумывающая вещь. Как раз мне в некотором смысле... Ну, понятно, что он, конечно, шалопай, этот журналист, который так говорит, или журналистка. Но сам в этом шалопайстве есть кое-что для меня приятно в том смысле, что я понимаю, что меня числят отдельно. Понимаете? А поскольку каждый... Ну, мы же занимаемся одной профессией с нашим отцом. А вы похожи учили. Ну, вот. Учится вас поломатерство. Да, да, хорошо. А можно... Да, пожалуйста, пожалуйста. Константин Аркадьевич, во-первых, пользуясь случаем, раз мы с вами так вот встретились в такой непринужденной обстановке, спасибо вам за вашу речь. Вот. И я еще хотела спросить по поводу... По поводу Сталина. Вот вы сейчас упомянули, что Сталин очень уважал вашего отца. Это вот на самом деле так. Ведь он смелых-то Сталин не любил. Боялся. Боялся, да. А тут вдруг такое вот... Да нет, ничего он не боялся. Там была другая, мне кажется, ситуация. Бог с ним. Иосиф Виссарионович, я так называю его, несмотря на то, что... Это чудовище. Да, несмотря на то, что я его считаю самым главным носителем зла во всей истории человечества. Так вот. Вот я именно так скажу. Я его... Вот меня спросил тут недавно, кто кого вы считаете самым страшным человеком из всей истории, которую вы знаете. И я назвал вот это имя. Но надо сказать, что все равно все мы люди. Все мы люди. И вот злодеи, они тоже люди. И это надо отдавать себе отчет. И мне, как актеру, и как человеку, занимающемуся театрами, тоже это вообще всегда интересно. Поэтому в нем было много намешанных. И в частности, общеизвестно, что он любил искусство вообще. Увлекался им, занимался. Ну и вообще ходил, понимаете, там 17 раз на Турбиных. Иногда открыто, иногда закрыто, тайно. Ну, понимаете, история, так сказать, Московского художественного театра же знает это. И отца он любил. Он выступал на дне рождения. Папа, значит, на Сталинском был приглашен и выступал там с таким монологом, где было слово «Авоська», которое папа придумал и показывал это. И Иосиф Сырёнович смеялся, потом повернулся к рядом сидящему кому? Берии или кому? Да, Власику. И спросил, а что у него в руках? Потому что авоська – это был предмет, который был ему незнаком. Тем не менее он смеялся, потому что папа смешно что-то делал. Вот. А вопрос-то был про что? Ну вот, и это было, кстати говоря, очень оперативно тогда. Тогда между фронтами, где выступал театр во время войны, да, просто. Они на короткое время оказались в Москве, да, и там выпустили новый спектакль. И папа решил, он был человек неожиданный, так сказать, надо просто неожиданно смелый вдруг, он решил пригласить Иосифа Виссарионовича на премьеру. Подошел он к часовому, который стоял у Спасской башни. И написал, до этого написал такую записку. «Дорогой Иосиф Виссарионович, мы выпустили новый спектакль, я был бы счастлив, мы были бы счастливы, если бы вы, значит, пришли к нам на премьеру». Это был концерт для кремлевского гарнизона. А, вот как, вот как. А, например, я вот этого не знал. Короче говоря, он, да, он, да, да, через два часа жил в гостинице «Москва», всегда в одном и том же номере нашей семьи, да, 12-11, 12-11, 12-12, два номера, 1211, вот. И через два часа, после того, как он эту записку отдал, в дверь к нему номер постучали, он открыл, стоило четыре человека, офицера. Ну, все перепугались. Да, пакет, где был написан, попросили предъявить документы, ну, страшно в то время даже, да. Вот. Сургучевые печати, совершенно секретно. Открывается конверт, и на этой бумажке, которую папа написал, вот на ней, да, написан вот этот ответ Иосифа Иссарионовича. Карандашом поверх напечатанного, да, было написано. К сожалению, спасибо за приглашение, к сожалению, прийти не могу, очень занят. А в этот день мы отдали там какие-то, два каких-то крупных города сдали. Это было во время войны. Вот такая вот история. Можно еще один вопрос? Знаете, у нас все вопросы, давайте вместе с... Константин Аркадьевич, я хочу выразить... Можно, да? Я хочу выразить благодарность за поэзию, потому что сейчас так... То, как вы читаете поэзию со сцены, я знаю, что вы проводите творческие вечера, в филармонии выступать, потому что сейчас не так много актеров, которые читают стихи. И в связи с этим вопрос. Как вы считаете, вот настанет ли такое время, когда поэзия будет иметь такое же высокое значение, как это может быть было в 60-х годах? Потому что вот сейчас видно, этот магазин делает рейтинги продаж, и видно, какие сейчас книги популярны, и что читают молодежь или люди, современное наше поколение. Спасибо. Вы знаете, я все-таки горестный оптимист. Это мне с каждым днем, мой оптимизм мне дается все труднее. Но, понимаете, без этого просто невозможно на сцену выходить как-то. Поэтому, говорите, вы верите ли вы? Да верю я. И другое дело, что в это время прекрасное жить не придется ни мне, ни тебе. Но я вообще за то, что... Почему? Это нечто настоящее, это нечто великое, и это какие-то духовные драгоценности, которые, ну, не могут потом опять не прийти. А я вам скажу, что это есть и сейчас. Я знаю, потому что я... Простите за материальную подробность, я на этом деньги зарабатываю. Я же езжу и собираю большие, очень благодарные аудитории в самых неожиданных местах нашей великой Родины. в самых таких, вот, казалось бы, не связанных с художественной, духовной жизнью. Там люди как-то странно, может быть, неосознанно скучают. Понимаете? Они даже не знают, с чем я приехал. Они идут на столичного артиста, я бы так сказал. Они даже не знают, что я им там привез. Они думают, что они посмеятся, пришли. Я их повеселю. Ничего их не веселю. Я читаю им вот то, что я читаю, там, замечательных, великих поэтов. Они сначала, я вижу, как в них происходят какие-то изменения, потом они слушают, вытрощив глаза и оттопырив уши. Понимаете? И потом встают все в конце. Всегда. Значит, они как-то неосознанно скучают по чему-то отличенному от мата с междометиями, во что превращается сейчас, так сказать, современный язык. Ну и всякие интернетские термины. Термины, понимаете? Вот. Они, оказывается, вдруг начинают вот внимать замечательным фразам из русского, русского настоящего языка. Вот. Поэтому, нет. Дела обстоят, конечно, сложно, тревожно, плохо. Но надо понимать, что, понимаете, вот когда вы говорите про эти вот, я-то считаю, про какие-то вот годы там, как-то не надо особенно очаровываться, чтобы не разочаровываться. Вообще, людей, которые не читают или читают вот то, о чем вы сейчас говорите, что там чего больше печатается, таких всегда было больше. Вот надо вот это понимать. Понимаете, людей тонких, умных и одухотворенных, их меньше вообще. Так жизнь устроена, так человечество устроено. И всегда людей мало читающих, плохо читающих, читающих всякую билиберду, я думаю, что их было больше. Всегда было больше. Поэтому хорошие передачи всякие, безвкусные, имеют огромные рейтинги, а передачи замечательные телевидения имеют малые рейтинги. Поэтому канал «Культура» занимает такое скромное, я бы сказал, место среди других каналов, понимаете, и так далее. Это так устроена жизнь. Понятно, что ее нужно менять, необходимо, и надо за это бороться, это другое дело. Но как бы надо себе отдавать отчет, что вообще так устроена жизнь. Не только у нас, а и чтобы совсем у себя самих не закапывать, так везде. Вот. Я бы хотела вернуться к книжке, которую все, конечно, сейчас начнут судорожные, с упоением читать. Так вот, в этой книжке для меня есть одна пронзительная и совершенно бесстрашная, бесстрашный очерк. это о севастопольской трагедии. Я, честно говоря, не понимаю, как она могла это совершенно без обиняков, совершенно не оглядываясь ни на кого и ни на что, написать именно то и так, как случилось. И у меня просто один вопрос. Ей ничего не было. Потому что время, как говорил один критик, правда, 19 века, время было тогда совершенно оскорбительное. Спасибо. Ирочка, моя дорогая, Дело в том, что этот очерк не был напечатан. Он напечатан впервые. Я, когда его нашла среди маминых бумаг, я обомлела, конечно, долго рыдала, перечитывала и думала, надо же его рассказать, эту историю, надо опубликовать ее как-то. Был Жив Бакланов, кстати, тогда еще в Знамени. И я хотела ему позвонить, потому что я была с ним знакома, я играла в его пьесе «Чем люди живы». И думаю, позвоню, представлюсь и скажу, что у меня есть вот мамин очерк такой. Пока я думала и собиралась, его не стало. И когда вот я задумала эту книгу, я решила, что обязательно включу этот очерк. Обязательно. Спасибо.